В Нижегородскую область приходит новая форма дополнительного образования, которая будет направлена на развитие научно-технического интереса детей. По словам организаторов, Кванториум – это территория интеллектуальной смелости и изобретательского мышления. О том, как будет проходить процесс обучения, какие требования предъявляются к педагогическому составу и какая задача у проекта, рассказали на презентации. Главное – это способствовать развитию технологического мышления, технического мышления наших школьников и создать непрерывный цикл обучения, начиная с детского сада, продолжая в школе, заканчивая в университете и на промышленном предприятии. Предполагается, что в детском технопарке будут обучаться по различным направлениям порядка 800 детей, причем бесплатно. Проект создан по поручению президента и финансируется за счет средств федерального бюджета и спонсоров. Как заверили представители Кванториума, конкурса для детей не будет, возьмут всех желающих. Это особенность Кванториума – в каждом ребенке найти и зажечь талант и любовь к техническому творчеству. И не будет никакого отбора, доступ для всех детей будет равен, открыт. Мы рассчитываем набрать ребят из Сарова, Дивеева, Вознесенского, Сатиса. Сейчас идет набор сотрудников на замещение вакантных должностей педагогического состава. Требования к кандидатам – это наличие высшего педагогического или технического образования. К тому же не менее половины сотрудников должны будут пройти двухнедельные курсы в Сколково. Наши наставники будут обладать особыми компетенциями, чтобы работать в этом проекте, чтобы суметь организовать ребят, обучающихся Кванториуму, недостаточно классических знаний педагогики и высших технических наук. Здесь самое основное – это владение проектными технологиями, умными методиками, методиками командной работы. Укомплектовать штат сотрудников нужно в ближайшее время, так как уже осенью планируется начать обучение в детском технопарке.